Лицо женщины на фотографии скрыто не просто так. Она главная фигурантка уголовного дела. Не обвиняют они в грабеже или сбытии наркотиков, а ни много ни мало в создании религиозного объединения, деятельность которого сопряжена с психологическим насилием над гражданами. Это, говорят специалисты, второе обвинение по данной статье за всю историю современной России. По данным следствия, обвиняемая создала религиозную группу, арендовала нежилое помещение в областном центре, где в период с сентября по ноябрь 2020 года проводила псевдобогослужения, сопряженные с психологическим насилием над гражданами. В ходе указанных мероприятий, обвиняемая помимо воли адептов, применяла технологии психологического воздействия, поддерживающие аддиктивное поведение и способствующие развитию психических расстройств. Богослужение 49-летняя Рязанка проводила не только очно, но и по телефону. По данным следствиям, оно тоже было сопряжено с психологическим насилием. Следователи уже провели обыски как и в помещении секты, так и по месту жительства самой женщины. Они изъяли всю религиозную литературу и электронные носители информации. Санкции статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы до четырех лет. Первое обвинение по этой статье касалось оккультной тоталитарно-религиозной секты Ашрам Шамбала. В 2013 году руководителя Константина Руднева приговорили к 11 годам заключению с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Правда, он собрал сразу несколько статей. Изнасилование, насильственные действия сексуального характера, приготовление к незаконному сбыту наркотических средств в особо крупном размере. Рязанки же выдвинули обвинение только по части первой статьи 239 Уголовного кодекса Российской Федерации. Валерий Седов, Станислав Кудряшов, телекомпания, город.